1910 год представлен более-менее монетками вот такими полушка не выпускалась не выпускался 15 копеечник и всего что у меня не хватает до полного это 50 копейки рубль вот как-то не случилось мне их приобрести ну что ж давайте попробуем вспомнить все события которые произошли в 1910 году случилось создание русско-азиатского банка в коме в 1910 году еще не во всех больших городах было электричество предприимчивый ижемский купец устроил электростанцию в своем селе в деревне кожево был открыт первый на средней печуре фельдшерский пункт в 1910 годах усилил цилемская колонии полицейских насчитывал 50 человек главенствовали в ней большевики среди них был член цк рсрп белостоцкий связная ленина адамович делегат 5 лондонского съезда рсрп сопрыгин рабочий путиловского завода шкалин поэт тарасов калмыков и многие многие другие в омске 25 августа прибыл председатель совета министров столыпин в этот день он посетил казачью церковь кафедральный собор переселенческого управления в петербурге на 1910 год 17 января начал функционировать особый суть для малолетних 3 февраля заложена мечеть на кронвергской проспекте 19 февраля похороны веры федоровны консержевской 28 марта подведены итоги конкурса моделей памятника александру второму для петербурга памятник сооружен однако не был и 1 апреля умер михаил александрович врубель художник 21 апреля в петербурге открыт всероссийский съезд по борьбе с торгом женщинами 25 апреля в коломягах началась первая в россии авиационная неделя 13 мая открыт памятник петру на кирочной улице снят был в 1930 15 мая у новоадмиральского канала заложен церковь христа спасителя спас на водах 14 июня открыт памятник царь плотник скульптор берн штамм снят в январе 1919 29 июня торжественной закладки первую очередь больницы имени петра великого архитектор и лин клейн розенберг 5 сентября открыт комендантский аэродром 8 сентября на комендантском аэродроме близ коломяк открыт первый всероссийский праздник воздухоплавания 8 сентября же в михайловском манеже открыт первая всероссийская выставка молочного скота 20 сентября первый полет самолетом над центральной частью города 15 декабря согласно переписи населения петербурга составила миллион девятьсот пять тысяч пятьсот восемьдесят девять человек 23 декабря открылся опереточный палац театра в специально перестроенном здании на итальянской вот просуществовал до 1918 года вот такие вот события у нас на 1910 год еще кроме того вот в россии и в мире на удельном ипподроме в санкт-петербурге в первой россии проведены международные авиационные состязания земля в своем движении порбить проходит через хвост кометы галлея марии складовской кури в первой мере удалось выделить металлические ради из его соли и подробно изучить его свойства восстание в албании подавлены турецкой армии 15 января французская конга в результате объединения колонии габона среднего конга у банги шари и чада преобразуется во французскую экваториальную африку 17 января сформировано венгерское правительство во главе с графом короем куэн хедервари 28 января прервано до 24 марта работы государственного собрания венгрии вынесшего в этот день вот у недоверия правительству графа короя куэна хедервари 31 января в российской империи создана партия всероссийский национальный союз 15 февраля самораспустились конституционной партии в венгрии возглавляемой дюлой андраши 19 февраля в венгрии и штанатиса основала национальную партию труда 6 марта в берлине конная полиция разогнала рабочую демонстрацию с требованием введения всеобщего избирательного права в пруссии 8 марта решением социалистического интернационала копенгаген день 8 марта объявлен международным женским днем 8 марта французская элис де ла рож стала первой в истории женщиной пилотом обладающей лицензией на управление аэропланом 10 марта в китае запрещено рабство 21 марта распрощено государство собрание в венгрии 29 апреля в ставку премьер-министра австралии протекциониста альфреда дикина новые правительства вновь возглавляет либорист эндрю фишер 10 мая объявлено о приведении новых выборов в государство собрание в венгрии 20 мая в конфликт в никарагуа где законные власти воевали против заговорщиков поддерживаемых сша вмешалась американская морская пехота высадившись в порту блуфилдс осажденным правительственной армией 27 мая прусский парламент отвергает возможность введения равного права голоса для женщин 5 июня в Киеве поднялся в воздух первый аэроплан российской постройки который создал Кудашев 24 июня массовая антиамериканская демонстрация в столице Гондураса Тегуси-Гальпе 16 июня президент Чили Педро Монт передал власть первому вице-премьеру Элиасу Фернандесу Альбану и выехал в Германию для лечения атеросклероза 16 августа ночью в Бремени скоропостижно скачался президент Чили Педро Монт прибывший на лечение в Германию 19 августа отставка президента Никоргуа Хосе Мадриса власть переходит брату лидера мятежников депутату Хосе Доларесу Эстраде 22 августа Япония аннексировала Корею 28 августа Черногория провозглашается независимым королевством во главе с монархом Николаем Первым В Монагу вступает армия никорганских мятежников во главе с Хуаном Хосе Эстрадой Через два дня он провозглашен президентом страны С 28 августа по 3 сентября Копенгангский конгресс 2 интернационала 6 сентября скончался временный президент Чили Элиас Фернандес Просудившийся на похоронах президента Педро Монта Временным президентом назначен вице-президент и министр юстиции Эмилиано Фигеруа Лорайн 18 сентября началось четырехдневное празднование 100-летней независимости Чили 15 октября в Португалии провозглашена республика с Теофилио Брагой в качестве главы государства 14 ноября Юджин Эли совершил первый взлет и посадку на авианосец 25 ноября на пост президента Парагвая вступил бывший министр иностранных дел Мануэль Гондра 23 декабря на пост президента Чили вступил Рамон Баррес Избранный президентом по соглашению Либеральной и Национальной партии Из тех, кто родились в 1910 году у нас и в мире 23 января Джанго Рейнхарт, основатель цыганского джаза «Гражданин Франции» 19 февраля Дороти Дженнис, американская актриса немого кино 17 марта Уринбой Рахмонов, основатель и артист Ожского узбекского драмтеатра имени Бабура 20 марта Ким Ир, премьер административного совета КНДР 23 марта Акира Курасава, японский кинорежиссер, продюсер, сценарист 27 марта Борис Константинович Утехин, советский живописец-пейзажист 6 апреля Борис Кит, американский ученый в области астронавтики 11 апреля Маршал Антонио Себаштьян Рибейру де Спинола, президент Португалии в 1974 6 мая Екатерина Ефимова, советская художница и живописец 23 мая 1910 года родился Абдул Захир, премьер-министр Афганистана 8 июня Джон Кэмпбелл, младший американский писатель, фантаст и редактор 11 июня Жак Ив Кусто, французский океанограф, фотограф, режиссер, изобретатель 21 июня родился Александр Трифонович Твардовский, советский поэт и общественный деятель 22 июня Кондрат Цузе, немецкий инженер, создатель первого программирования компьютера Z3 и первого языка программирования высокого уровня Планкалькюль И родился Джон Хант, английский офицер, руководитель экспедиции, в ходе которой Эдмунд Хиллари и Норгей Тенцинг впервые в мире покорили Эверест 22 июня Изад Султанов, узбекский ученый, академик, литературовед, критик, драматург, государственный и общественный деятель 4 июля родилась Глория Стюарт, американская актриса 14 июня Уильям Ханна, американский мультипликатор, режиссер, продюсер, соучредитель компании Ханна Барбера 23-го родился Пимен, 14-й патриарх Московской всей Руси 27-го августа мать Тереза, религиозная деятельность, лауреат Нобелевской премии мира 1979 года 1-го октября Бонни Паркер, знаменитая американская грабительница времен Великой Депрессии Действующая вместе с Клайдом Берроу, Бонни и Клайд 11-го октября родился Александр Михайлович Ремин, советский футболист-хоккеист 15-го октября Леонид Степанович Душкин, советский ученый, изобретатель и конструктор жидкостных реактивных двигателей 19-го октября Субраманьян Чандрасикар, американский астрофизик, лауреат Нобелевской премии по физике 1983 года 15-го октября Михаил Юсич Якушин, советский футболист-хоккеист, футбольный тренер, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер СССР 15-го октября Михаил Васильевич Семичастный, советский футболист, футбольный тренер, заслуженный мастер спорта 24-го октября Фритц Лейбер, американский писатель-фантаст Из того, что еще интересного, Нобелевские лауреаты по физике Ян Дидерик Вандер Вальс за работу над уравнением состояния газов и жидкостей в химии Отто Валлах в знак признания его достижений в области развития органической химии и химической промышленности а также за то, что он первым осуществил работу в области алициклических соединений Медицина и физиология Альбрехт Коссель за вклад в изучение химии клетки, внесенной исследованиями белков, включая нуклеиновые вещества В литературе Пауль Йохан Людвиг фон Хейзе за художественность и идеализм как георгический поэт, драматург, романист и автор, известный всему миру новелл и премия МИР, Международное бюро мира за организацию конференции по разоружению Вот такие вот у нас события произошли на тот далекий 1910 год Ну что ж, на этом, пожалуй, все Спасибо за внимание До свидания Субтитры сделал DimaTorzok